В деревне Вашуры среди водоплавающих самые величавые черные и белые лебеди. Их, как и большинство крупных птиц, Савелий Анатольевич приобрел или обменял в крымских зоопарках. Черные лебеди уже второй год готовятся принести потомство. В прошлом году им помешали морозы. Готовятся к поводу птенцов и белые лебеди, которые, кстати, гораздо упитаннее своих диких собратьев, так как ведут малоподвижный образ жизни, а кормят их в зоопарке отлично. Живут лебеди парами, причем супруга выбирают себе на всю жизнь. Они все время плавают вместе, пара к паре. Если кто-то один лишний, они его выгоняют от себя. Вот попарно живут. И говорят же, что лебединая верность. Есть в зоопарке два вида журавлей – обычный и краснокнижный журавль-красавка. Очень трогательно происходит их встреча с дикими собратьями, которые весной летят на север. Кольные птицы забудут за собой тех, кто летать не может. Целый день вот так кружились здесь журавли. Вот уже хотят садиться и потом подлетают. И так и не сели здесь, у нас здесь. Но вот как-то услышали братьев своих крыки. Есть в деревне Вашуры и Аисты. Их с поломанными крыльями нашел житель Киевской области и через интернет искал, куда бы пристроить. Короче, поехал, я их забрал. Ну, крыльишки уже все вроде нормальные. Но один, правда, еще не совсем плохо летает. Среди больших и гордых птиц, разгуливающих по газонам зоопарка, выделяются южноамериканские страусы Нанду. Они с особым удовольствием едят сартанский салат, выращенный в теплицах. А вот австралийские страусы Эму содержатся в вольерах. Уж очень они крупные. Очень шумно у клеток с попугаями, обитателями тропиков и субтропиков. Вообще попугаев во всем мире, где рядом, скажем, природы есть фермы, они ненавидят. Потому что они больше вреда наносят, могут просто докопаться до косточки, а плоть просто бросают. Если их много стаями пролетают, то это урон, скажем, всего хозяйства. Поэтому фермеры не любят их. Есть и среди попугаев эталон верности. Эти яркие пернатые, хоть и живут в стае, тоже выбирают себе пару на всю жизнь. Все попугаи, они стаи, не птицы, в принципе. Ну, неразлучник уже слово диктует на то, что есть и пара, то как неразлучник. Жмутся друг к дружке, чтобы согреться попугаи-нимфы с красными щечками. Постоянно они чирикают, особенно когда погодные условия лучше, солнце светит. Ну, скоро будут размножаться уже. Рядом с экзотическими обитателями тропиков живут обыкновенные сойки. Эти птицы-пересмешники из семейства вороньих ведут весьма скрытный образ жизни. Мало кому удается их увидеть в дикой природе. Сойки всеядные. Помимо растительной пищи не брезгуют насекомыми, мелкими ящерицами и грызунами. В зоопарках принесли птенцами сартанские дети. Рядом с сойками голуби-гиганты. Мясные породы, штрассеры и римские набирают в весе до килограмма. Выводят они по два птенца всего лишь. На яйцах сидят и голуби-голубка. Голубь голубку подменяет. Та идет кушать, тот садится на яйца. Птенцов тоже кормят вместе. И голуби-голубка. Много случаев, когда сам голубь выкармливает своих детей. Только одних голубей у Вашуры более 30 видов. И точно сказать, сколько экземпляров видов птиц, сотрудники зоопарка затрудняются. Сбились со счета. В год пернатые только зерна съедают около 50 тонн. И сам Савелий Вашура и его помощники стараются создать им самые благоприятные условия содержания. Чтобы дети и взрослые всего при Азовье смогли увидеть такой разнообразный и прекрасный мир птиц. Александр Бузулук, Александр Нурбердиев. Программа «События дня».